Вести ФМ Особенность момента состоит в том, что сверхдержавное доминирование США и их союзников по сути уже не работает, но вся мировая инфраструктура, которая его обслуживала, этот сверхдержавный мир, она на месте, то есть продолжает по сути обслуживать, никуда не делась Ну и эксперты Валдая предрекли наступление холодного мира, по мнению авторов доклада, мир не ждет ядерный апокалипсис, но европейские страны будут тратить больше на оборудованные расходы, гораздо больше силы НАТО приблизятся к российским границам, что станет поводом для повышенной ответственности Вот наступит такой холодный мир, лучший из возможных вариантов на сегодняшний день Ну, надо сказать, что некоторый оптимизм все-таки в этом докладе есть, да, по дынешним временам, когда мы из каждого радиоприемника или телевизионного приемника или из интернета, из монитора постоянно видим там, да, там война, 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 там ядерная война, еще какая-то, грязная бомба, там еще что-то То есть, надо сказать, что некоторый оптимизм звучит Вообще, Валдайский форум, Валдайский клуб, это такая уже традиционная площадка, международная, кстати, площадка, она как бы российская, ну, в России находится и родилась на Валдае Там на Валдае есть известный такой комплекс, да, там типа пансионата, вот где это, собственно, все родилось еще в прошлом веке Да, там, по-моему, 99-й год, да, если я правильно помню Вот, а, соответственно, такая уже традиционная площадка, где собираются, с одной стороны, ведущие эксперты, политологи, политики, дипломаты из разных стран Чтобы обсудить текущее положение вещей с российскими ведущими политиками, российскими топами Традиционно, ежегодно, я не помню, кстати, ни одного заседания клуба, чтобы в нем не принял участие президент Путин При том, что, как правило, так сказать, вот этот разговор носит настолько откровенный характер, что там часто он закрыт для средств массовой информации, да, это скорее для понимания, не для новостей, а для понимания присутствующих, да, присутствуют, как правило, люди, которые, ну, если не сами принимают решения То влияют на принятие решений многих лидеров многих стран и оказывают, так сказать, влияние на такие политические процессы Конечно, по понятным причинам в этом году многие такие постоянные члены Валдайского клуба, там, из Соединенных Штатов, из некоторых европейских стран, из Британии, не приехали Ну, по разным причинам, ну, в основном, так сказать, по причине того, что на них оказывается давление внутри собственных стран, к сожалению Но это не сильно повлияло, я вам скажу, на, так сказать, численности экспертов, участников Просто по закону сохранения, да, если где-то убыло, то уж точно где-то прибыло И больше в этом году представителей восточных стран Мы, кстати, неоднократно говорили в наших эфирах, и вот это лишнее подтверждение того, что такой центр мировой повестки смещается на восток Смещается на восток, и вот Валдайский клуб тому тоже яркое подтверждение Вообще сложно переоценить значение подобных мероприятий Это очень важно, вот когда существует возможность без, знаете, без фиги в кармане обменяться мнениями с коллегами из разных стран Не, так сказать, не находясь в каком-то режиме спецоперации, знаете, как, во что превращаются в последнее время многие зарубежные конференции, форумы Ну, вот там, в Европе, в других местах, то есть, туда невозможно попасть Если вы даже попали, вы там попадаете Ну, повестка там сразу определена Подсомнительное влияние, да, такое в Еванее, начиная от спецслужб и кончая, так сказать, заряженных журналистов Ну, в общем, кошмар То есть, ничего толком от науки, от здравого смысла или от каких-то практических прикладных вещей там не остается Вот, и, кстати, в этом смысле Валдайский форум один из последних таких островков на европейском континенте Где действительно еще сохраняется вот этот вот первородный дух такой, знаете, экспертизы и такого взаимообмена мнениями, ощущениями, энергетикой Это очень важно Это очень важно просто хотя бы потому, что от недопонимания, в том числе и на уровне вот экспертного сообщества От недопонимания, возникает недопонимание уже на уровне государства От недопонимания на уровне государства кончается всегда серьезными кризисами, вот которые мы сейчас и наблюдаем, да Когда нас не хотят не слышать, не слушать, не, так сказать, воспринимать хотя бы, так сказать, вербальную позицию, да То есть, вот решили вот так и делаем вот так А почему мы так решили? Все здесь с чем Может быть, вы, так сказать, пользуетесь какой-то некачественной экспертизой Может быть, у вас ее вообще нету Да, такое тоже, к сожалению, часто бывает, когда честную реальную экспертизу, профессиональную экспертизу заменяет, так сказать, интернет Понимаете? А что? А что? Тоже эксперт? Некоторые телеграм-каналы Так, ну, да, ну, я про это и говорю, да Или анонимные телеграм-каналы Быстро пробежался, переписал, значит, перелицевал, перевел на нужный язык Вот тебе шикарная экспертиза Хотя все это высосано, неизвестно из какой части тела и у кого Вот так По поводу заявлений в том же, которые прописаны в Алдайском докладе Что, действительно, ну, вы тоже про это сказали, что предстоящий исторический период будет сопровождаться конфликтами И в том числе вооруженными, это неизбежно И жизненно важно для всех системы неких предохранителей, которые будут заглаживать вот эти угрозы Что это за система предохранителей? Почему действующие предохранители не сработали? Ну, к сожалению, к сожалению, вот та система международной безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны И вот эта архитектура международной безопасности, которая базировалась на таких институтах, глобальных институтах, как Совет Безопасности ООН, сама ООН Там региональные организации по безопасности, типа того же ОБСЕ, если мы про Европу говорим А многие другие отраслевые международные площадки, организации, типа той же МАГАТЭ, например, да Которая же не только про, значит, мирный атом, как мы понимаем, да А в первую очередь, так сказать, как раз про не сильно мирный Там те же самые международные площадки по контролю и предотвращению производства использования химического оружия Ну, много вот таких было конструкций созданных, они работали вполне себе успешно Пока эту архитектуру не начали расшатывать и разрушать целенаправленно Умышленно, видимо, предполагая, что разрушив, могут создать без глобального конфликта Могут создать что-то новое, я имею в виду Соединенные Штаты На сегодняшний день всем понятно, что разрушая старую сложившуюся архитектуру международной безопасности Невозможно создать на этом месте что-то новое без глобального конфликта Но и глобальный конфликт невозможен Потому что, как сказал в свое время старик Хемингуэй Что победитель не получит ничего Ну, в том смысле, что каждый может считать себя победителем Но все одновременно будут побеждены, потому что ничего не останется Ну, конечно, останутся какое-то количество людей в полудиком, так сказать, состоянии Вот, но уж точно совершенно мира, в которой мы себе представляем Его не будет вообще Если вообще останется как планета Как один мудрый еще один старик тоже говорил, мощный старик Что я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война Но четвертая будет вестись палками и камнями Ну да, ну да, вот И, соответственно, это вот такая, так сказать, такая дилемма Да, когда вот это понимание вдруг пришло И многие институты, многие вот эти части этой архитектуры Они уже разрушены Они уже не действуют, не работают или работают через раз То есть, соответственно, нужны какие-то новые предохранители Нужны новые институты Но для того, чтобы их создавать, нужны, соответственно Ну, кроме понимания, что это нужно Нужны еще и ответственные подходы всех Вот всех То есть не в плане того, что кто главнее То есть вот этот дискурс-то сейчас идет о чем? О том, ну, упрощая, чьи в доме тапки Никто же не спорит по поводу картины мира Все спорят, кто главный должен быть здесь Ну, по большому счету Мы говорим о том, что, окей Мы будем главными у себя А вы будьте у себя Ну, то есть, о чем многополярный мир? А, скажем, те же американцы Они говорят, нет-нет-нет Мы будем везде главными Потому что у нас вот система обеспечения нашей гегемонии До сих пор функционирует Ну, да, она функционирует по инерции И то потому, что фрагментарно используется Отдельными, так сказать, частями Отдельными странами Отдельными центрами Просто потому, что пока нет другого инструментария Но он же появляется Он же, так сказать, возникает То есть вот, допустим, отказ от того же доллара Он же идет Мы это, например, чувствуем на себе каждый день Слушайте, еще 10 лет назад У нас чуть ли не главный вопрос был Какой курс там доллара в обменнике И сколько у меня под матрасом этих долларов Сегодня у этого уже вопроса нету Ни у кого Но я имею в виду на уровне даже какой-то Среднестатистической российской кухни Понимаете? Вот что Сегодня больше следят за курсом юаня Те, кто понимает Да и за юанем не следят Я вас уверяю Вот эта вот тема вообще Курсы дострадной валюты Она вообще пропала из топов мыслей российского гражданина Понимаете? Это удивительно Но это так Это факт Вот Сама валюта не пропала Да Ну, конечно Но, тем не менее Многие коллеги говорят о том Что вот такие предохранители Такие системы Нужно воссоздавать А для этого нужно общаться Собираться Обмениваться Умными мыслями Да и вообще Всегда приятно с умным человеком поговорить Независимо от того Там Из какой он страны И каких он взглядов И каких политиков он там Так или иначе обслуживает Да Если человек умный То с ним всегда интересно Да Ну вот Сейчас выбирают умного человека В Великобритании Не на пост премьер-министра Кстати, британский телеканал У них Сейчас главная новость Понятно, да Что в течение ближайших минут Тори объявит номинантов На пост премьер-министра Сегодня Кандидаты обсуждались Кто-то получил Нужное количество голосов В частности Говорят, что Бывший казначей Британии Риши Сунак Он уже заручился Поддержкой однопартийцев И вполне возможно Это Главная кандидатура На пост премьера После безвременно ушедшей Ли Страс Но также С ним пытается бороться И Пенни Мордант Которая была Кстати Министром обороны В Великобритании Занимали Оба они занимали Посты В том числе И в кабинете Ли Страс Задавал я уже Этот вопрос Что Кто нам удобнее Из Вот этих двух Кандидатур Скорее всего Это главные претенденты Но номер один Это все-таки Риши Сунак Поскольку Ну Ли Страс И Борис Джонсон Предыдущий еще Премьер-министр Отличались Такой ярой Русофобией Риши Сунак Он более Сдержан По крайней мере В каких-то Выплотах Откровенно Антироссийских Не было замечено Но говорят Что он умный То есть Это еще хуже Вы понимали Как просчитывали Могли просчитать Ходы Ли Страс Которая слезла с танка И продолжала Махать шашкой А вот что он Придумает Вопрос Ну да Ну во первых Начнем с того Что Это не Не выборы Пример-министр Никто Пример-министр В Великобритании Не выбирает Не выбирает Да Вот Это Внутрипартийный Праймерис Да Это на самом деле Выбор Нового председателя Консервативной партии Ну То сказать Вот по традиции Лидер Партии Формирует Ну то есть лидер партии Большинства Парламентское большинство Формирует Правительство Ну и становится Пример-министр Ну традиция Хотя кстати Тоже Это не Это не Конституционный закон Да как мы понимаем Соответственно Может быть по разному Но традиция вот такая Но в теории Монарх может завернуть Кандидатуру Конечно Так я о чем и говорю Вот Что касается Вот этой процедуры Праймерис Внутри партийных Праймерис С точки зрения Выборов Нового Председателя С целью Обойтись Без досрочных Парламентских Выборов Вы понимаете Эта же опция Она существует Опять же Традиционно В качестве Некой экстренной Меры Ну мало ли Что-то случилось С премьер-министром Заболел Умер Стал недееспособен И так далее Но есть Парламентское большинство Люди Проголосовали Вроде как неправильно Как-то Это дело Менять Но в данном Случае Когда это С такой Частотой Происходит То явно Речь идет Не о том Что что-то С премьер-министром С Листрас Или с Борисом Джонсоном А явно Что-то Случилось С консервативной Партией Которая Не в состоянии Справиться С вызовами Со всеми Кризисами С проблемами Британии Британских Подданных И так далее И вот здесь Конечно Лукавство Высшей меры Когда они Третий раз Уже натягивают Эту сауноглобус Через Партийные Праймерис Председателя При том Что Сунак Действительно Профессиональный Человек То есть Ну слушайте Потомок Пакистанских Иммигрантов Так сказать Мягко говоря Пакистанских Индусов Там важно Ну Пакистанцы Они там Все Не пакис Но имеется ввиду Что он не мусульманин Ну окей Да Соответственно Сделавший Карьеру Не просто Партийную Да Так сказать Сделавший Карьеру Еще и В Сити Ну то есть Это Выдвижение Сити Когда Сити Был одним Из мировых Центров Экономически Здрасте Сити Для Британии Сити Остается Сити Я вас Уверяю Да И соответственно Он Лучше Любого Там Коренного Британца То есть У него Выше Компетенции Он Умнее Он Опытнее Самое главное Что он Абсолютно Системный Да Да Так сказать Это Не Блондинка Листрас Который Там Путает Географические Названия И Собирается Там Атомную Бомбу Куда-то Сбросить Понимаете Или не Борис Джонсон Который Веселый Такой Эпатажный Парень Да То есть Это Явно Системный Человек Который Дорожит Так сказать Своей Карьерой И того Чего Он Добился То есть Это Было Еще Невероятно Представить Лет Даже Десять Назад Что В руководстве Партии Будет Человек Подобного Происхождения Помните Когда Мэром Был Лондона Кстати После Джонсон Тоже Было Очень Странно То есть Невероятно Как-то Даже Не Вписывалось Вот В эту Так сказать Картину Мира Но Тем Не менее И Я Предполагаю Что Конечно Если Вдруг Сегодня Они Одним Днем Решат С Одним Кандидатом Одним Дем То есть Это Вообще Ну Ладно И в конце Концов Дело В следующем Году Очередные Парламентские Выборы И Вот В течение Года У них Будет Возможность Как-то Попробовать Исправить Положение Не знаю Человек Он Очень Системный Точно Совершенно Никаких Идиотских Но Как вы Справедливо Заметили Он умный И Никуда Эта русофобия Не денется В качестве Целей Или Инструментария И Я Предполагаю Что нам Вообще В принципе Значит В данном Случае Не принципиально Кто будет Занимать Этот стул Даже Если Он будет Пустой Он все равно Будет Стулом Русофобом Ну Посмотрим Ну У него Сейчас Задачи Помощнее Побольше Вернуть Экономику Великобритании Ну Конечно Справиться С кризисом Просто Справиться С кризисом Кризис Менеджер Спасибо большое Алексей Анатольевич Алексей Мартенов Директор Международного Института Новейших Государств Час пролетел Незаметно Очень интересно Спасибо вам Господдержка Компаниям А также Индивидуальным Предпринимателям Из отдельных Отраслей На полгода Продлили Срок уплаты Налога По упрощенной Системе С последующей Рассрочкой Еще на 6 Месяцев То есть Ближайшие Платежи Переносятся На сентябрь Октябрь Этого года При этом Отсроченные Платежи По ОСН Можно вносить Равными Далями В течение 6 месяцев После окончания Отсрочки Таким образом Вся сумма Будет оплачено Предпринимателям Только через год Отсрочка И рассрочка Предоставляются Автоматически Подавать заявление В налоговую службу Или в другие органы Власти Не нужно Льготным периодом Могут воспользоваться До полумиллиона Компаний И ИП И сферы Обрабатывающих Производств Туризма Здравоохранения Культуры Индустрии Красоты Спорта И развлечений Сверить Полагается ли Организация Льгота Можно по основному АКВЭД Региональные власти В праве предоставить Налоговые каникулы По нулевой ставке Для физических лиц Которые впервые Зарегистрировались В качестве Индивидуальных Предпринимателей И в течение Двух лет Перешли на упрощенную Или патентную Систему налогообложения Эта норма Будет действовать До 2025 года Для ИП Которые работают В производственной Социальной Или научной сферах Кроме того Индивидуальные Предприниматели Могут оформить Кредитные каникулы Как физлица Если их ежемесячный Доход упал Более чем на 30% Либо как бизнесмены Без условий К снижению дохода Как политическая Жизнь США Определяет Все остальное Американские горки С Дмитрием Дробницким Каждую среду После 18 часов На радио Вести ФМ Погода О погоде в городах России На завтра 25 октября В Магадане Небольшой снег Днем до минус 4 градусов В Хабаровске И Владивостоке Плюс 7-9 Без осадков В Тюмени И Ханты-Мансийске Небольшие осадки Плюс 2 Плюс 4 В Красноярске Днем до 6 градусов И без осадков В Мурманске 0-2 Облачно Возможен Небольшой снег В Калининграде Пройдет небольшой дождь Там днем До плюс 15 градусов В Перми И Кирове Плюс 1-3 Возможны Небольшие осадки В Казани И Нижнем Новгороде Днем до 5 градусов тепла Преимущественно Без осадков В Сочи днем до 19 градусов Без осадков В Ялте 14-16 Облачно с прояснениями Дождей не обещают